Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Сергей Мишенев и программа «Мишень» Программа о фехтовании, чести и приключениях У нас в гостях сегодня писатель Мария Семенова Писатель, которого последние 25 лет представляют на телевидении, в газетах, на творческих встречах не иначе, как автор Волкодава Между тем мне известно, что Мария Семенова даже иногда огорчается на такое представление потому что будто бы она ничего больше не создала будто бы Волкодав – это единственное произведение хотя это глубоко не так и поэтому первый вопрос, Мария вот говоря о себе, два слова может быть, вы скажете, кто такая Мария Семенова без Волкодава? Ну, без Волкодава – это вообще уже почти нонсенс я даже однажды о себе услышала, что я автор одной книги такой писатель одной книги но на самом деле я просто человек, который всю жизнь жаждал и до сих пор жажду сочинять и писать какие-то интересные истории и в уже таком более сознательном возрасте у меня появилось желание наполнять эти истории таким достаточно новым для читателя этнографическим и иным материалом ну вот, собственно, чем я и занимаюсь и Волкодав просто одно из проявлений этого и так появилось то, что мы сейчас называем славянское фэнтези ну, писатель Юрий Никитин очень обижается когда это связывают с моей фамилией славянское фэнтези там, чья-то книжка вышла на пару месяцев раньше ну, я не знаю там это не суть важная и кроме того, славянское фэнтези ну, а Пушкин с Гоголем чем занимались так же, ну, просто, может быть, современное славянское фэнтези Субтитры создавал DimaTorzok я впервые познакомился с Волкодавом в середине второй половины 90-х в метро когда я увидел рекламные постеры со слоганом «Наконец-то долгожданный русский Конон» тогда я впервые понял, что да, это славянское фэнтези а во-вторых, я понял, что мне это будет неинтересно потому что был обозначен явный вторичный продукт и что вы можете сказать об этом слогане как он появился и насколько близок Волкодав к Конону? ну, эта надпись на обложке была сделана абсолютно без моего ведома а, это на обложке первого издания тоже это есть? да, 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 это есть там, да ну, судя по всему, работники издательства уж не знаю, кто именно решили, что вот, а мало ли там пойдет книжка, не пойдет книжка там вот все-таки про славян это что-то такое неизведанное для читателя который в тот момент очень плотно сидел на посттолкинистическом западном фэнтези переводном вот зайдет, не зайдет людям и его решили, видимо, подстраховаться и теперь я 30 лет не могу от этой надписи, значит, отплеваться потому что Волкодав, если уж там сравнивать с Кононом но это анти-Конон, вот, даже, значит, в долгих дискуссиях у меня родилась такая формулировка, что Конон живет в мире, где бабы рожают детей чтобы они сражались и становились героями а Волкодав живет в мире и хочет жить в мире где мужчины сражаются и становятся героями ради того, чтобы бабы спокойно рожали и растили детей вот, кстати, в этой связи вопрос, который я готовил думаю, скажу несколько позже, но сейчас как раз к слову приходится почему Волкодав всегда одинок? потому что для него связь с женщиной это не, значит, вот, ночь удовольствия на утро, значит, прощай, красавица, так сказать, чео бомби на ссоре а для него это колоссальная ответственность потому что вот он за нее принимает на себя вот ответственность тут могут и дети от этого появиться, значит, как вообще ему закрыть за собой дверь и пойти там на подвиги, а она останется это что, это просто не влезает в его мировоззрение кроме того, это человек, воспитанный в обществе матриархата где во главе угла это благо женщины и детей это не мускулистые тетки и там затюканные какие-то мужчинки это вполне такое же жизнеспособное общество просто вот система его ценностей и в эту систему ценностей вот так вот бросить женщину с которой был мимолет на близок ну это просто не лезет ни в какие ворота и, помимо прочего, я в своей жизни именно таких мужчин встречала это были далеко не вообще худшие образцы мужественности в частности, мой отец Мария, чуть позже я скажу вам, как волкодав обрел свое семейное счастье уважаемые зрители, а пока спрошу следующее существует сентенция такая, что герой, если это хороший, сильно прописанный герой он влияет на своего автора вероятно, волкодав повлиял на вас еще до того, как он был создан или, по крайней мере, в процессе написания потому что мне известна такая ваша фраза из одного интервью желая получить представление о том, чем будет заниматься мой герой я пошла заниматься айкидо это ваше действие вы пошли заниматься боевыми искусствами для того, чтобы создать героя своего произведения вот об этом чуть-чуть подробнее как к вам это пришло, почему именно айкидо? тут влияние, даже я бы сказала, не конкретно героя по имени волкодав а мое стремление к достоверности в том, о чем я пишу ну, будь то, хотя бы даже и фэнтези тут, так сказать, у меня в этом плане очень тяжелая наследственность родители были учеными и вот атмосфера абсолютной научной добросовестности которая у нас царила дома потому что мои родители там все время занимались научной работой то мама, то отец работали над диссертациями в общем, это все на моих глазах еще, когда я, ну, как говорится, под стол пешком ходила это все происходило и впиталось очень органично в меня и поэтому писать, как, значит, герой там дерется с многочисленными оппонентами ну так, полистав учебник боевого самбо ну, это для меня был не вариант, потому что я как-то рано поняла, что пока ручками что-то не пощупаешь это не постичь вот, и я стала знакомиться с разными боевыми искусствами ну, сначала теоретически и айкидо меня привлекло именно тем, что здесь вот агрессивный напор оппонента обращается против него самого и задача вот практикующего айкидо человека это не там выпрыгнуть выше и ударить сильнее а объяснить нападающему, что он был неправ а вас не смутило то, что айкидо – это японская традиция а мы говорим о славянском герое, о славянском фэнтези? ну, как сказал мой сенсей, когда я пришла заниматься ну, руки-ноги-то, в общем, у всех одинаковые вот, поэтому там, ну, что японец, что не японец он имеет право овладеть любым боевым искусством кроме того, у меня фэнтези это ж у меня там не витязь киевского князя, значит, практикует вот такое боевое искусство хотя кто их знает на самом-то деле я нигде не пишу, что это вот древнеславянское боевое искусство а дело-то в 90-е происходило тогда всяких каратэ в косоворотке под названием, значит, вот вот в далекой заброшенной деревне на берестяных свитках мне показали вот, значит, смотрите, нет я этим не занималась, кроме того, там откровенная фэнтези так сказать, и я имею право на некие допущения то есть я запустила японское боевое искусство ну, ставшее, в общем-то, уже всемирным достоянием я его запустила в свой вымышленный мир, чтобы именно показать что, ребята, смотрите, еще и так вот можно не поставить синяк побольше, там, не кулаком залепить в лоб а именно объяснить, что ты неправ и ты проиграл именно потому, что ты напал но вы сразу приняли решение, что у вас это будет называться иначе ну, конечно, конечно, но мне только японских еще слов не хватало вот в этом мире я придумала такое название, ну, у него звучание такое, значит, все-таки с неким реверансом вот в сторону, значит, Дальнего Востока но вот все-таки это уже вот что-то немножко другое могу я такой вопрос задать? чем конкира отличается от айкидо? ну, наверное, все-таки моментов сходства-то побольше ну, разве что названия приемов, которые я там достаточно подробно описываю они звучат, ну, вот это слова из мира Волкодава там сломанное весло, полосатый кот хватает пеструю мышь вот что-то в этом духе, такие вот цветистые названия хорошо, а сколько времени своей жизни, сколько вы занимались айкидо? айкидо я занималась четыре года вот, там, ну, для тех, кто в теме у меня был пятый кью ну, работала реально по-четвертому пришла в основном из литературных соображений что я пишу книжки а персонажи все такие, что через две страницы на третью им драться приходится и в какой-то момент я решила, что ну, надо же хоть как-то изнутри это себе представлять я совершенно по-другому стала вообще смотреть на ну, вот тот, извините, мордобой, который по необходимости в фэнтези происходит то есть, совершенно другой взгляд героя на все это дело и, соответственно, совершенно другие исходы вот, тех поединков, которые там случаются ну, и мне еще хотелось там как-то протащить вот именно философию айкидо которая в книжке, конечно, называется совсем по-другому здесь вот нет агрессии здесь используется агрессивный напор оппонента в Балкаде заслуга айкидо, конечно, очень большая Мария Васильевна в начале девяностых годов думаю, что с девяносто четвертой где-то в этот период она пришла как бы тогда она пришла, занималась в Линкайе такой клуб, который в свое время, как бы я ему название дал Ленинградский клуб айкидо мы думали, это один из первых клубов был и тогда там было очень много занимающихся и вот в одной из групп она приходила она выделялась тем, что в основном это были у меня занимались тогда молодые люди а она была уже взрослым человеком и мне было интересно, что эта женщина такая значит, очень скромная я не помню, чтобы она каких-то отдельных вопросов задавала или специально пыталась как-то в ближний круг войти этого не было, да но то, что она приезжала, скажем, в Пушкин там я, конечно, ее стал замечать потому что, во-первых, необычно, что женщина заинтересовалась работой с оружием потому что, ну, как-то обычно женщины так мне показали книгу, где она, значит, написала благодарственную, значит, благодарность в мою сторону поэтому я узнал, что она писательница так я не знал об этом и были ли у вас какие-нибудь достижения в участии в соревнованиях или может быть какое-нибудь приключение Нет, в Айкидо нет соревнований это либо ты работаешь с партнером вот в Додзё и где ты проводишь эти приемы ну, постигая вот эти приемы ты проявляешь величайшую бережность к своему партнеру который доверил тебе свое тело для отработки вот этих приемов это, ну, это целая философская тема на самом деле либо ты в реальной схватке эти приемы реализуешь по полной и вот тут начинаются сломанные кости вывернутые суставы и, значит, масса всяких вообще больших неприятностей Еще раз уточню, соревнований не было, но приключения? Ну, как приключения? Айкидо меня дважды выручило не считая таких вещей что первое, чему там мучат новичков это безопасным падением и я вот прошло уже сколько лет а я до сих пор совершенно спокойно по гололеду хожу и практически не осторожничаю потому что я знаю, что я в любую сторону на любую поверхность я спокойно могу упасть и ничего себе не сломать но если говорить о таких конкретных приключениях однажды я возвращалась с тренировки это была зима, поздний вечер темень кромешная и на входе в станцию метро меня вдруг сзади схватили за плечи вот, станция метро технологический институт у меня даже первая мысль мелькнула что может кто-то из наших там сзади догнал там много кто с тренировки идет и вот тут прикалывается но потом я чувствую, что хватка-то железная и меня очень четко заруливают так разгоняют значит, извините, мордой лица в плиточную стенку но мне это не понравилось и вот тут очень интересно у меня какая-то доля секунды выпала просто вот из моего восприятия за эту долю секунды мой организм, только что выбравшийся с тренировки сделал что-то когда я вернулась вот к нормальному состоянию значит, я стояла в боевой стойке значит, причем в одной руке, вцепившись держала баночку с соком который я пила в этот момент вот, а тот, кто меня тут пытался размазать по стенке значит, лежал на полу и взывал к милиции тогда, значит, не полиция, а милиция была и все это перед дверью дежурной части вот, из дежурной части, значит, выбегают сотрудники в изумлении смотрят на эту картину ну и приглашают нас обоих, значит, войти в свое помещение тут опять был очень интересный момент потому что вот нападающий вскочил и попытался так, это меня зашиворот туда вот мне это тоже не понравилось и вот тут, понимая, что мир вообще катится куда-то на бекрень, съезжает и, значит, вот тут происходят непоправимые вещи я влетела вот в это состояние что да, я знаю, что я продержусь, наверное, пару секунд но тебя, скотину, закопают рядом вот и вот именно в этом состоянии я к вот этому гражданину обернулась ну, в милиции там люди опытные работают они нас мгновенно развели так что, значит, никаких смертоубийств не случилось вот там, ну, в общем, что-то они там где-то повыясняли у меня было удостоверение, значит, ученика Айкидо с маленькой фотографией ну, в общем, туда-сюда в итоге передо мной извинились оказалось, что там был не совсем адекватный товарищ который сзади, вот я говорю, во тьме ночной во мне опознал какого-то своего обидчика вот перепутал с кем не бывает ну, вот, да, перепутал с кем не бывает в общем, там передо мной извинились провели мимо, значит, контроля вот ну, и... Мария, возвращаясь к произведению или серии произведений к Волкодаву в другом своем интервью вы сказали следующие очень интересные слова тысяча одна книга, в которой герой Супермен мой персонаж инвалид-колясочник не могли бы вы расшифровать поподробнее о чем идет речь? да, это уже не Волкодав а его младший соплеменник который, собственно, про Волкодава не слышал-то никогда вот ну, просто мне нравится писать про представителей этого народа потому что они практически списаны из древних славян и вот я люблю их делать своими героями там смеющий это избранный народ в моем мире и да, действительно я написала книжку она называется там, где лес не растет и главный герой там парень значит, примерно 17 лет он по своему далеко не безопасному миру предпринимает дальние путешествия ну, в некотором эквиваленте инвалидной коляске это у него такая небольшая лодочка которая может превращаться в колесную тележку там колеса опускаются поднимаются а корпус может быть лодочкой может быть саночками в зависимости от того что приходится преодолевать и героя сопровождает значит большая серьезная собака вот это его как бы спутник такой ну в тот так совпало что в тот момент тут вот начались всякие всхлипы по поводу толерантности первоначально это относилось там не к различным меньшинствам а в основном вот к людям с какими-то физическими особенностями почему-то значит это вдруг стало большой проблемой которую вот отношение к таким людям это вдруг стало большой проблемой которую понадобилось очень срочно энергично решать тут выходит моя книжка и даже я заработала какие-то обвинения что вот типа Семенова тут подсуетилась на ниве толерантности а на самом деле ну я бы себя не уважала если бы я не написала эту книгу потому что вот я большую наверное лучшую часть своей жизни я провела вот в обществе ну не совсем колясочника но серьезного инвалида мой отец таким был вот лучший из мужчин и наверное вообще лучший из людей вот которых я знала что это не что не не как это не вот вот возвращаясь непосредственно к волкодаву откуда появилось это имя так ли его звали всегда его антипод людоед вот как это возникло так его звали всегда у него не было другого имени просто я очень долго это имя искала то есть я уже знала что исходно представляет этот герой что ему предстоит что у него позади что ему предстоит пережить как он изменится чего достигнет то есть вот весь так как бы в осях сюжет у меня в голове сложился в общем бери ручку начинай писать но у меня не было имени поскольку герой у меня происходит из это мистической культуры то есть у каждого рода есть свой прародитель из звериного царства значит у него тоже должен быть такой прародитель а поскольку своего частного имени он не успел получить вот живя в семье значит он должен зваться вот по имени предка животного так вот какого зверя ему назначить в предке я перебрала все там медведи волки барсы соколы орлы все не то вот печенкой чувствую что все не то я только потом сформулировала что вот этот все эти же благородные хищники они живут помимо человека из человеком у них отношение охотник жертва или там конкуренты за добычу это все не то и вот однажды я смотрю передачу про художника константина васильева и показывают там картину северный орел то есть такой колоритный мужик в там в пышном полушубке он идет куда-то в лес на плече топор и так это значит действительно по орлиному оглядывается на зрителей и один из друзей художника комментирует эту картину и он сказал такую фразу вот говорит она для меня это художественное выражение поговорки волкодав прав а людоед нет все вот ударила меня этой вот этой фразой я все поняла потому что волкодав это не менее значит вообще грозное местами страшное животное чем вот выше перечисленные значит дикие но он рядом с человеком он за человека если он любит своего человека он за него и убьет и сам свою жизнь положит вот это вот просто выражение всего что можно сказать про моего персонажа вот он именно такой и это у меня мгновенно и точно так же его вот враг который ему там испортил всю жизнь и которую он в первой же главе отправляет на тот свет это он тут же стал людоедом обзавелся вот этой легендой что он когда-то решил уподобиться там могучим предкам и отведал там плоть убитого врага ну и а поскольку времена уже значит стали такие менее суровые ему соплеменники приклеили эту кличку которую он очень не любил вот так понимаете это как иллюстрация писательских мозгов я вот всегда особенно вот молодым автором говорю что вы у себя в голове разгоните вот писательскую мясорубку в которую валится буквально все что вы видите слышите переживаете так или иначе и оттуда выходит фарш готовый вот стать начинкой для вашего романа это касается вообще всего-всего-всего вот что с человеком происходит если у вас заработала это в голове мясорубка вот значит это ваш очень серьезный шаг к успеху мария скажите пожалуйста а волкодав проявленный в других сферах но самое известное это конечно фильм лебедева волкодав какое участие вы принимали в его создание самое минимальное потому что продюсерская фирма ну по каким-то своим причинам приняла решение о недопущении авторов вот исходного текста к съемкам ну наверное у них какие-то были свои резоны ну благодаря собственно личному джентльменству николая лебедева я познакомилась со сценарием заправила принтер цианистом калием написал им там четверть того что я о них думаю вот николай меня пригласил в москву хотя имел право этого не делать по условиям там всех договоров ну мы с ним очень вежливо и интеллигентно ругались в течение по моему 13 часов ну кое в чем там по мелочи я его убедила кое в чем он железобетонно остался при своем мнении ну и дважды я сподобилась побывать на съемочной площадке где в общем тоже у меня оставили перед фактом то есть можно сказать что это другое произведение конечно к сожалению там именно книжку написанную с целью всемирно отличаться от инкубаторских голливудских боевичков именно из этой книги там повыдергивали и боевое искусство и славянский колорит и еще много чего вот и сделали из нее голливудский боевичок я сначала материлась потом хохотала потом просто как бы отошла от этого дела но у нее ну не я это фильм это не моя ответственность ну пускай люди сами отвечают а что вы можете сказать о боевых сценах в фильме о работе густого куселица как правило вообще насколько я знаю деятельность каскадеров это очень профессиональные ребята которые знают свое дело и выкладываются по полной ну так вышло что у меня друзья есть каскадеры и так я немножко знакома с их деятельностью ну и совсем другое как и зачем это все используется в фильме например там при совершенно других съемках вот моему другу устроили сотрясение спинного мозга и сильное падение зрения но ради абсолютно никчемной сцены это вот всегда очень обидно а чем николай лебедев обосновал отсутствие конкира айкидо фильме ну самое вменяемое что я слышала это слишком дорого вести инструктора из сан-франциско а то ближе ведь нету вот это было очень смешно и к сожалению вот именно фехтовальных каскадеров в этом фильме использовали для там одну из начальных сцен где устроили эпический поединок волкодава с людоедом которого ну по вообще всей логике там и быть то не должно ну вот их выбор и кроме художественного фильма есть еще целый ряд воплощение волкодава или скажем попыток воплощения есть сериал молодой волкодав мюзикл волкодав по крайней мере попытка его создания там рок опера до комикс волкодав вот все это связано как-то с вами с вашей деятельностью насколько это близко к вашему творчеству ну в некоторых случаях меня спрашивали как бы такого авторского благословения в некоторых не спрашивали там если речи о правах заходила я отправляла к издательству азбука которая значит там этим всем занимается вот комиксы по волкодаву но по титульной книге делали в самом издательстве там есть художники и так видимо они какой-то момент решили эту тему продвигать но этот комикс существует да он существует он там по моему 12 выпусков очень неплохо нарисованной там ну текст вот реплики персонажей то что там как бы вот всякие пояснения это ну они такое эскизное сделали отдали мне я там вот вот в этом я поучаствовал а я слышал что фотографии серии фотографий для этих комиксов делали в ленквае да совершенно верно там чтобы все правильно нарисовать мы с художниками туда приходили и вот мой уважаемый сенсей владимир тагирович тагиров с лучшими учениками это все показал ну и к сожалению вот там было ну все приготовлено даже в интернет просочились некоторые страницы этого комикса но к читателю он так и не добрался бумажном виде я совершенно не представляю по каким причинам тоже наверное какие-то моменты издательской политики я даже спросила когда тут вот несколько лет назад решили переиздавать с новыми обложками там вот прекрасный художник сергей шикин рисовал эти обложки я у главного редактора спросила грюну значит вот может быть под это дело и комиксы хотите выпустить так немножко напомнила но он сказал нет не планируем их дела ваше отношение с сериалом молодой волкодав в этом вы принимали участие абсолютно нет вот тут вот тут совершенно как бы я начисто было не при делах так меня с одной стороны кэш порадовала что там в качестве собачий ипостаси волкодава там фигурировал фигурировал кобель среднеазиатской овчарки вот моя любимая порода ну правда он там не особенно при делах был вот при по всему колориту происходившего происходившего но это бог с ним что касается сериала я его принципиально не смотрела несколько лет пока не вышла вот у меня книжка о примерно том же периоде жизни моего персонажа ну чтобы не впасть в полемику чтобы там не не было искушения какими-то воспользоваться придумками ну не общем не пришлось комментировать если я там совпаду по каким-то сюжетным движением я об этом причем неоднократно говорила вот когда спрашивали все равно когда начались вот в интернете разборы этого сериала все равно написали что семенова таки по мотивам этого сериала написала книжка ну куда тут дело потрясающе ну и последнее мюзикл мюзикл волкодав который не вышел на большую сцену но какие-то фрагменты его можно найти в интернете ну я не знаю он исполнялся или нет вообще насколько он там был написан я к нему потеряла интерес в тот момент но мне его представили как рок-оперу не знаю там чем это все отличается я им задала вопрос грюма и стихи там собираетесь использовать нет мы свои написали ну вперед ребята сказала я там барабан вам наше можете ли вы сказать в чем особенность волкодава произведения и его основное отличие от классического в основном западного фэнтези опять же если говорить о классике то пушкин и гоголь классическое западное фэнтези классе ну там классикой можно провозгласить все что угодно вплоть до того что я всегда смеюсь когда вот современная таблеточная медицина объявляется традиционной а многотысячелетняя аюрведа объявляется нетрадиционной во всяком случае мы видим что вашу произведение главное вот он исчезает самом начале я понимаю ваш вопрос в общем-то книга и писалась исходно для того чтобы всемирно отличаться от вот этого пресловутого классического или иначе можно сказать в зубах навесшего западного фэнтези которые в те вот в том девяносто третьем году когда я начала вот эту работу она она реально навязала в зубах потому что только что пал железный занавес хлынул мутный вал западного фэнтези почему мутный я говорю потому что это пост толкинистическое эпигонство было в основном да еще и в совершенно чудовищных переводах к сожалению и народу это начало под на еда под надоедать но ситуация вот была такова что современные наши русскоязычные авторы фэнтези вынуждены были во-первых писать тоже про все тех же западных эльфов и гоблинов и во вторых брать импортные псевдонимы и выдавать свои оригинальные творения за переводы вот это как бы сейчас это уже широко известный факт и вот посмотрев на это все я с моим багажом этнографических исследований и написанных на тот момент уже исторических романов но я как-то так про себя возмутилась и сказала да сколько можно почему вот мы в по 18 разу съедаем бутерброд дедушки толкина который до нас уже много раз съели а почему мы не хотим исследовать вот на что гигантский материал потому что сам то ведь толкин он так хорош и бессмертен потому что он то стоял на километровых пластах западноевропейской этнографии а все что написали после стоит на нем в качестве этнографии поэтому собственно говоря ужасно вторично и в целом никуда не годится вот но я решила что надо с этим что-то делать кроме того мои исторические романы уже начали объявлять почти фэнтези ну как же если герою даны мистические запреты он их нарушает и оказывается на краю гибели ну все фэнтези о чем разговор о чем разговор ну я в общем подумала подумала сказала ну ладно так будет вам откровенная фэнтези и вот значит начала работу над вот первой титульной книжкой волкодава где персонажи ну просто живут в пространстве своей веры которая со всеми там богами героями мелкой всякой значит вот магической живностью и потусторонним миром это для них просто объективная реальность данные им в ощущениях и вот так вот так они у меня там и живут и переживают свои значит похождения ну а вот то что вы упомянули что он в первой же главе там грохнул своего врага да потому что вы же еще иногда говорите что волкодав можно сказать антиконан да это анти вот ну главное как бы их анти это я уже сказала кроме того я в на тот момент уже напереводившись до полного отвращения вот этого самого классического западного фэнтези но я поняла как они это делают то есть в первой главе у героя враги сожгли родную хату дальше он там как-то значит прокачивается и значит прошаривается приобретает там магическое оружие и так далее там все что ему по штату положено и в конце зубодробительный поединок там с беганием по потолку стенам там и не приведи бог еще где и главный злодей повергнут и он там с принцессой на плече уходит в закат во-первых эта конструкция тоже уже ну сколько можно то одно и то же эксплуатировать во вторых мне было всегда интересно хорошо ушел он в закат но потом наступил рассвет и по утру они где-то проснуться и и и что дальше то будет вот я собственно так и написала в первой же главе он пришел без всякого поединка увидел человека которого он 11 лет назад вообще приговорил и грохнул его ну только значит а пришел идентифицировал все ты не должен жить на этой земле ты не будешь жить на этой земле вот один бросок копья все до свидания и собирается умереть потому что но месть исполнена его род истреблен ну ну он в вакууме ему незачем не для кого он вообще не понимает там какая может быть после этого жизнь но тут пришлось вот эти два несчастья ходячих значит еще мышь там прилетел к нему надо все это спасать и наступает завтрашнее утро просыпаются они в лесу под дождем он там после этих всех ожогов стрессов и всего этого всей этой напряженки он с температурой а куда деваться надо идти там как-то значит жизнь устраивать опять же эти вот все эти несчастья как-то там встает и пойдет дальше и пошло 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 значит там влипает он в какие-то ситуации как-то их разрешает и по ходу этой книги он учится просто жить поскольку у трава зеленая а небо голубой это уже достаточный повод в жизни какие-то дела оказываются там оказывается можно читать научиться значит и целый мир для себя открыть оказывается девушки на свете есть тоже он там значит с интересом на это на все поглядывает ну вот как-то в конце там главный пафос в том что он себя начинает ощущать человеком среди людей а не просто машиной для мести мария в силу своей профессиональной деятельности вы читаете много книг в основном научных но спрошу так может быть читали вы такие названия как навья ночь отданный долг или ты будешь жить вечно но посадили меня в лужу в галушу куда там полагается не специально уважаемые зрители а ведь я обещал сказать как волкодав облел семейное счастье это фанфики фанфикшен явление в современной культуре литературе кинопроизводстве когда фанаты любители кого-то произведения или героя пишут продолжение я вам назвал название романов о волкодаве которые писали фанаты и вот роман отданный долг написанный автором с ником белочка как раз повествует о том как волкодав облел гармонию и семейное счастье хочу спросить просто как вы относитесь к такому явлению как фанфикшен ну вы знаете мне всегда бесконечно дорого вот когда выясняется что мои труды кого-то сподвигли на самостоятельное творчество тут насколько она самостоятельная но тут можно по-разному это оценивать бывают вообще такие фанфики что круче оригинала из которого они произошли я это лично наблюдала но просто и тут я не могу ничего сказать в общем-то когда мне там было лет 12-15 я тем же самым занималась но потом переросла это и пошла дальше но если там взрослым людям это интересно ну что ну ради бога я только порадуюсь что ну человек вот каким-то каким-то видом творчества занимается думаю что здесь дело не только в творческом потенциале отдельного человека и вот этого фанатского течения но возможно и в том что люди некоторые продолжают ждать каких-то историй по волкодава сегодня мы готовы приоткрыть карты и я официально сообщаю о том что мария семенова приступила к работе над седьмым произведением о волкодаве это будет новая пьеса посвященная приключениям известного нам и любимого героя это будет совершенно другой способ подачи материала я кстати не знаю работали вы с пьесой как таковой или нет с таким жанром на то есть это будет еще и новый экспериментальный опыт и здесь можно сказать что к новому произведению могут быть привлечены большие группы читателей во первых это поклонники волкодава во вторых это любители театрального мира потому что эта пьеса это другой жанр другая история но конечно любители боевых искуд здесь окажутся поклонники вашего творчества в широком смысле ну а в более узком смысле возвращаясь к волкодаву я хочу спросить что мы можем ожидать что мы можем ждать от нового волкодава ну вы забыли упомянуть что вот на работу данную меня сподвигли именно вы вот и то что я вот те полезности которые я почерпнула вот в этом замечательном зале где мы все находимся так что поклонники фехтования и боевых искусств я думаю точно не будут разочарованы пока по вот нашим совместным значит с уважаемым сергеем мишеневым прикидкам это будет нек некая вариация о жизни волкодава в храме богов-близнецов где ему пришлось стать наставниками вот и как он там продвигал в общем-то совсем не совсем те и даже совсем не те идеи которые изначально вот фанатические жрецы его всю эту историю закладывали то есть мы ожидаем новое произведение произведение боевик и я бы сказал сделанное специально под сценическое воплощение именно к этому я призывал когда мария убеждал вас мотивировал о том чтобы создать новую работу на эту тему мария мы поговорили с вами о вашей творческой деятельности мы коснулись темы фанфиков и молодых писателей в этой связи может быть вы скажете несколько слов пожеланий нашим слушателям зрителям может быть начинающим писателям я хочу всем кто нас смотрит пожелать творчество творческих восторгов потому что но творчество это само по себе сплошной восторг я с трудом понимаю разговоры о творческих муках по мне так это сплошные радости творчеству не обязательно быть писательским какое угодно музыкальное фехтовальное кулинарное там парикмахерская какое угодно но лишь бы у вас горели глаза и тогда и тогда вообще мир просто вам улыбнется и и перед вами расступится вы повторили своими словами очень красивое высказывание джеки чана чтобы добиться успеха в чем-либо нужно влюбиться в это совершенно верно уважаемые зрители с вами была программа мишень и у нас в гостях мария семенова спасибо за внимание до свидания мишень и мишень и Продолжение следует...